Здравствуйте, в эфире канала Россия, итоговая информационная программа «События недели». На этой неделе прошло заседание рабочей группы по проведению празднования столетия Карачаева-Черкесии с участием главы республики Рашида Темрезова. В ходе обсуждения были озвучены как уже реализованные проекты, так и планы на ближайшую перспективу. Подробности у Артура Мхце. Чем в текущем году Карачаево-Черкесия удивит и порадует своих жителей и гостей в честь собственного большого юбилея? Этой теме было посвящено совещание рабочей группы под руководством главы региона. Рашид Темрезов напомнил участникам заседания, что необходимо как можно скорее подготовить конкретные предложения как по плану праздничных мероприятий, так и по вводу в эксплуатацию объектов социальной, дорожной, инженерной инфраструктур. Торжества рано или поздно закончатся, а открытые стадионы, дворцы культуры, школы искусств, медучреждения, благоустроенные зоны отдыха и дворовые территории будут и спустя десятилетия востребованы у населения. Руководители министерства, также городов и районов сообщили главе региона, какую работу проводят их ведомства и администрации, чтобы впоследствии воспоминания о столетнем юбилее Карачаево-Черкесии вызывали у людей только самые яркие и позитивные эмоции. Так, в нынешнем году в республике планируется открыть порядка 50 объектов различного назначения, в том числе школы и детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы и поликлиники, системы ввода и газоснабжения и многое другое. То есть, все-таки главной задачей видится именно создание более комфортных условий для жизни населения. А если при этом будут организованы и торжественные мероприятия с приглашением представителей соседних регионов, никто возражать уж точно не будет. Я считаю, что на этих праздничных мероприятиях должны присутствовать и творческие коллективы из соседних регионов. Что бы еще хотел попросить? Сейчас обращаюсь больше к министерству культуры, спорту, главам городов, районов, о том, чтобы мы в этот день проводили мероприятия в каждом районном центре, в каждом городе нашей республики. Также глава республики поручил членам рабочей группы проработать несколько вопросов. В частности, возможность создания на территории региона ботанического сада, где садоводы-любители могли бы приобретать для своего хобби все необходимое – от семян до инструментов для ухаживания за зелеными насаждениями. Кроме того, в скором времени у поклонников самого массового вида спорта появится возможность лично присутствовать на состязаниях профессиональных футболистов. Я считаю, что с учетом открытия нашего центрального главного стадиона нам пора вернуться к тому вопросу о создании профессиональной футбольной команды. Поэтому попрошу проработать это с российским футбольным солидом, или кто сегодня этим занимается, о сдаче всей необходимой документации для регистрации профессионального футбольного клуба на Черкесск. Подарков для населения Карачаево-Черкесии в честь векового юбилея подготовлено немало. Наиболее массовые торжества запланированы на начало осени нынешнего года. Артур Махцей, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия. Также глава республики провел прием граждан. Заявители, представители разных городов и районов традиционно обращались с вопросами благоустройства строительства, инженерной и социальной инфраструктуры. По итогам приема граждан приняты ряд решений. Так, осенью завершится строительство более 20 километров водопроводов в ауле Сартьюз. Будет построено около 4000 метров газопроводов в новом микрорайоне аула Псыш для реализации программ социальной газификации. В 2023 году стартует капитальный ремонт здания школы номер 6 Черкеска. Одновременно начнется строительство нового корпуса к этому же учебному заведению на 400 мест. В селе Учкикен уже в этом году появится модельная библиотека. В Зеленчугской к концу года построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Глава республики поручил также рассмотреть возможность строительства плавательного бассейна. Самое главное достижение в ушедшем 2021 году для Прикубанского района – это отсутствие долгов. Долгов за коммуналку, заработное платье и социальным обязательством. Об этом заявил глава Прикубанского района Мухаммад Али Чумаев. На продведении итогов года отчет выслушала Мадина Каракетова. Каждый район – это маленькое государство со своей экономикой, культурой, здравоохранением, своими проблемами и успехами, своей историей и героями, и жизнью, где бурно кипящей, где умеренно текущей. И каждый год не похож на предыдущий. В каждом есть свои успехи и недостатки. Ушедший 2021 год, который проанализировал в своем отчетном докладе глава Прикубанского района Мухаммад Али Чумаев, был для района, как и для республики страны, в целом тяжелым из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Но и она имела свои положительные стороны, в первую очередь сплотив людей и позволив увидеть жизнь в совершенно других ракурсах. Ковид показал, что вечная и ценная – доброта, любовь, сострадание, готовность помочь незыблями. Это проявлялось во всех сферах жизни прикубанцев, отметил Мухаммад Али Чумаев. Особые слова благодарности глава Прикубанского района адресовал медикам, сельхозтоваропроизводителям и социальным работникам, которые в сложный период показали себя с самой лучшей стороны и первые, зачастую бескорыстно, приходили на помощь нуждающимся в ней. Но и основная рутинная работа продолжалась в обычном режиме и достигались успехи. Самые главные основные финансовые и экономические показатели достигнуты. Мы год завершили без долгов абсолютно и даже в большей степени. Была определенная работа по закрутию кредитурской задолженности, если такие показатели взять. Нет долгов по заработной плате, по налогам, по опыте коммунальных услуг. Практически все поставленные вопросы и задачи главой республики и правительствам, они выполнены. Глава коротко остановился на всех аспектах жизнедеятельности района. Экология. Субботники стали традицией ликвидировано 15 несанкционированных сфавок. Развитие малого и среднего бизнеса в районе на сегодняшний день 269 хозяйствующих субъектов. Большинство принимает активное участие не только в строительстве экономики, но и в благотворительности. Улучшилась демографическая ситуация. Выполняются условия по социальным контрактам. Все меры социальной поддержки получают малообеспеченные и многодетные семьи. Развивается инфраструктура. Практически решен вопрос с водоснабжением в самых проблемных селах района Чапаевском и Дружбе. Там заменены водопроводные системы, что позволит бесперебойно снабжать селян качественной водой. Продолжается строительство группового водопровода, что позволит снять проблему в знаменке пристани Холодно-Родниковском, Привольном и Личевском. Объект сдадут к концу 2022 года. Все это результат общего сплоченного труда, отметил Мухаммад Амин Чумаев. И проявивших свои профессиональные качества лучше других, глава района отметила особо. Среди них Тамара Аджива, начальник экономического отдела администрации Прикубанского района. Делясь впечатлениями от ушедшего года, она отметила труд аграриев и сельхозтоваропроизводителей, которые в значительной степени поддерживали экономику района, а также работу возглавляемого ею отдела по улучшению жилищных условий многодетных и нуждающихся в материальной помощи семей. 83 семьи получили земельные участки в этом году, точнее в прошлом году, что немаловажно для многодетных семей, так как улучшение жилищных условий – это один из ключевых моментов и приоритетов нашего района. Приятно за столь немаловажную награду. Дальше мы будем стараться делать и больше, и в плане экономики развивать. Это очень приятно, конечно. Среди прочих отличилась и районная спортивная школа особа Татьяна Шарабокова, сам директора по методической работе. Она отметила, что прошедший год был тяжелым для спортшколы, прерывалась, а иногда и вовсе прекращалась подготовка спортсменов. Занимались дистанционно, и тем не менее, есть замечательные результаты. Достаточно много было проведено спортивных мероприятий, выездов на спортивные соревнования. В нашей школе подготовлены кандидаты в мастера спорта по Киаку Синкай, победители первенств по боксу на СКФУ. Я считаю, что 2021 год в нашей организации проведен достойно. Те показатели, которые мы имеем, это благодаря нашим тренерам, благодаря нашим спортсменам и тем родителям, которые поддерживают своих детей. За наградами поднимались доярки водители, трактористы, врачи, учителя, воспитателя. Для следующей тройки приглашение на сцену стало неожиданным. И связано оно было с трагическими событиями. Не так давно в селе Счастливое хоронили героя Арсена Качиева, погибшего в ходе спецоперации российских войск на Украине и награжденного Орденом Мужества посмертно. В любой спецоперации мы понимаем, что мы теряем бойцов, ребят наших. Такая же ситуация была в селе Счастливым, но при этом потерять одно, но и, к сожалению, родители долго ждали и не могли привезти и похоронить. Военный комиссар Прикубанского района Марат Аджиев, заместитель главы администрации Прикубанского района Расул Тиунаев и глава села Счастливое Ануар Бетаев, оба в прошлом офицеры правоохранительных органов, сделали все возможное, чтобы родители смогли достойно придать земле тело своего сына-героя. Их встречали стоя и молча. В беседе с вестями глава Прикубанского района Мухаммад Аминчумаев отметил, подведение итогов года показало, что все сделано не в полной мере. Остаются еще вопросы, над которыми необходимо работать. Да и население района активно вовлечено в работу и сигнализирует о недочетах и проблемах, на которые администрация и другие ответственные органы стараются своевременно реагировать. Не все вопросы, конечно, сделаны, не все цели достигнуты, но общий прогресс такой нормальный, позитивный, он сразу чувствуется. Поэтому, конечно, это командная работа. Спасибо всем сотрудникам, главам поселения, депутатам, тем неравнодушным людям и фермерам, которые в трудный год нас всех поддержали. Я реально благодарен им всем. Поэтому район живет и дальше будет. Задачи на текущий год уже поставлены и основные направления в работе, как и в прежние периоды, социальная защита населения, наращивание экономических показателей, улучшение качества жизни людей. Мадина Каракетова, Максим Долгов, События недели. В Смоленской области увековечили память советских солдат из Карачаева Черкесии. На Сычевской земле каждый метр пропитан кровью советских воинов, в том числе выходцев из нашей республики. За несколько недель до главного праздника страны Дня Победы здесь установили памятник 22 героям. На церемонию открытия приехала делегация из Карачаева Черкесии, в том числе автор памятника Тимур Магомедов и потомки павших героев. Также мероприятия приняли участие представители Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия», координатор партпроекта «Историческая память» Игорь Лехов. Работа по созданию и установке памятника «Обелиска» началась в феврале 2021 года. Этому пришествовал труд Мусы Хапаева, который активно занимался поисковой деятельностью. Он установил имена воинов карачаевцев, которые защищали родину на Смоленщине. При поддержке администрации главы правительства Карачаева Черкесии содействие органов власти и поисковиков Смоленской области проект удалось реализовать. Изготовили и установили памятник за счет средств жителей и инвесторов нашей республики. Собравшиеся отметили, что подобные мероприятия способствуют сохранению истории и патриотическому воспитанию молодежи. В Общественной палате Карачаева Черкесии прошел учредительный съезд Республиканского совета ветеранов, труда, войны, вооруженных сил и правоохранительных структур. На повестке три вопроса. Первое – обновление состава президиума. Второе – избрание нового председателя Республиканского совета ветеранов. И третье – принятие редакции устава общественной организации. Новый список участников в президиумах, как и изменения в устав, был поддержан делегатами единогласно. Обновленный президиум, помимо представителей профильных организаций, объединений, также вошли депутаты Республиканского парламента и уполномоченные лица от Министерства труда и социального развития Карачаева Черкесии. На должность председателя совета собравшиеся поддержали кандидатуру Мурадина Коцбе. Новоизбранный председатель, говоря о первоочередных задачах, которые стоят перед ним, прежде всего отметил необходимость оперативно наладить работу центрального аппарата организации. Проблемы ветеранов, тем более с нынешней обстановкой по пандемии, очень большие, оказывают всякую материальную помощь. Ну и у нас в Республике есть список в Минюсте, я получил очень много ветеранских организаций по организации. Я для себя большую задачу вижу, чтобы организовать работу, совместную работу организации ветеранских совместно с нашим советом. Сейчас реклама, после продолжим. Не консервируйте свое здоровье. Сейчас время позаботиться о себе. Лечение катаракты в клинике 3Z – это избавление от катаракты за один день с индивидуальным подбором хрусталика, необходимого именно вам. Запись по телефону 8 800 533 90 82. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Околный комбинат. 8 938 333 90 00. Всероссийская государственная телерадиокомпания объявляет прием заявок на участие в телевизионном марафоне фестиваля молодежной патриотической песни «С чего начинается Родина?» Вокалисты, хоры, народные коллективы, семейные и профессиональные ансамбли могут прислать свое видео в государственную телерадиокомпанию «Карачаево-Черкесия». Возраст участников от 10 до 35 лет. Лучшие исполнители станут участниками 12-часового телемарафона на платформе смотрим.ру. В эфире телеканалов и радиостанций ВГТРК. Если вы молоды, талантливы, любите родную землю и цените песенные традиции большой страны, то нам по пути. Споемте, друзья! С 10 по 12 июня во Владивостоке состоится телевизионный фестиваль «Человек и море-2022». Лучшая морская документалистика России на большом киноэкране. Заявки принимаются до 1 июня. Все подробности на сайте вестиприм.ру фестиваль. Сегодня православные христиане отмечают Пасху с Великим Торжеством, Светлым Христовым Воскресением жителей Карачаевой Черкесии поздравляет глава республики Рашид Тимрезов. Православие несет важную миссию укрепления нравственных устоев общества, побуждая людей в милосердию, состраданию, наполняя сердца людей надеждой, верой, торжеством, справедливости, победу добра над злом, неотъемлемой составляющей христианского мировоззрения является уважение к человеческой личности, приверженность традиционным семейным ценностям и, конечно же, беззаветная любовь родному отечеству. Эти ценности являются общими для представителей всех конфессий. Традиционные для наших народов религии составляют незыблемый нравственный фундамент российского государства. Высококвалифицированная медицинская помощь в природах и это не все услуги, которые можно получить в лечебном учреждении. Теперь свидетельства о рождении ребенка будут давать, не выходя из перинатального центра. Здесь открыт кабинет, в котором можно получить самые необходимые документы. Подробности у Али Баташева. Алена Гагаринская, консультант отдела ЗАГСа по Черкесску, работает с документацией в новом кабинете. Она одна из немногих сотрудниц в этом учреждении без белого халата. Помощь оказывает в основном юридическую, выписывает документы на месте и выдает их мама. Сразу зарегистрировать рождение своего ребенка прямо здесь, до выписки. Услуги оказываются платные, на платной основе? Нет, услуги бесплатные, госпошлина не оплачивается. Для наших женщин значительно облегчается возможность получения необходимых документов, первого документа в жизни их ребенка вместе со справкой на получение пособия. В торжественной обстановке свидетельство о рождении своей дочери Софьи получила Ксения Михайлова. А еще многодетной маме, как и остальным получателям документов, вручили подарки. Чтобы росла здоровая, самое главное, и приносила к этому радость. Спасибо большое. Это очень удобно, потому что я многодетная мама, и после выписки моей семье будет не до этого, чтобы бегать и получить свидетельство. Очень удобно прямо здесь получить мои документы. Пока в Карачаево-Черкесии это первый опыт выдачи справок в лечебном учреждении. В Республиканском перинатальном центре количество родов превышает более 50% из всех, которые происходят в республике в течение года. Это, как я уже сказала, пилотное учреждение, которое мы начали разрабатывать и работаем по поручению председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Мурата Олеговича Оргунова. Следующий этап – это будет вовлечение других медицинских организаций, и это будет работать во взаимодействии Минздрава, всех медицинских организаций и органов ЗАГС. И далее, уже к осени текущего года, мы, наверное, достигнем результата электронного документа оборота между органами ЗАГС и Минздрава. Кабинет начал свою работу 12 апреля. За это время было выдано около 40 свидетельств о рождении и справок на получение пособия. Али Баташев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкесия. Я спросил у Ясеня. Деревья в честь своих героев Великой Отечественной войны высадили жители Карачаево-Черкесии. Зеленчугское лесничество пополнилось новыми саженцами. Всего за день на территории в 10 тысяч квадратных метров раскинулся сад памяти. В благородной акции присоединилась и съемочная группа ГТРК Карачаево-Черкесия. Смотрите лесной репортаж Фатимы Дауровой. В полдень на исходе лета шел старик дорогой полевой. Вырыл вишню молодую где-то и довольный нес ее домой. Он глядел веселыми глазами на поля на дальнюю межу и подумал, дай-ка я на память, у дороги вишню посажу. Пусть растет большая-пребольшая, пусть идет и вширь, и высоту, и дорогу нашу украшая, каждый год купается в цвету. Путники в тени ее прилягут, отдохнут в прохладе, в тишине, и отведав спелых сочных ягод, может встаться вспомнят обо мне. А не вспомнят, это досада, я об этом вовсе не тужу. Не хотят, не вспоминай, не надо, все равно я вишню посажу. Стихотворение Михаила Исаковского из школьной программы по-особому заиграло в этот день. Правда, вместо вишни сегодня высаживали молодые побеги лесных пород – ясеня обыкновенного, бука восточного и клёна астролистного. Место выбирали заранее. Идеально подошла прогалина прямо на опушке леса, что растет на окраинах села Кызыл-Октябрь. Данная площадь, мы когда её обрабатывали, почва очень благоприятна именно для породы ясен обыкновенный, так как он неприхотливый. Почва очень хорошая, подалась хорошо обработке. Ни каменистая, ни глинистая. Есть хороший благородный строй почвы, поэтому мы считаем, что приживаемость будет в рамках допустимой, то есть 70-80% обмененных. В этом году в рамках акции на территории республики будет высажено порядка 17 тысяч саженцев деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне. 1800 новых деревьев было высажено на территории в один гектар в Зеленчукском районе. В акции памяти приняли участие более 200 волонтеров Победы. В их числе представители различных ведомств и организаций, силовых структур, образовательных учреждений, депутаты Народного собрания республики и просто неравнодушные люди, которых с каждым годом становится все больше. Люди выходят, просят саженцы. Иногда мы ограничены именно в посадочном материале, но в этом году запускаем питомник свой, поэтому думаю, что и для озеленения, и для посадки у нас будет материал еще в большем количестве. Вот я сажаю это дерево, ощущаю эту гордость, что во Великой Отечественной войне ему дедушка воевал, и это сажает дерево в память его. Посадка саженцев, посадка лесных культур в честь наших дедов, отцов, которые защищали нашу Родину, которые погибли за независимость нашей страны. Большое им спасибо. Мы стараемся их память не обращать, стараемся их не забывать. Все, что в наших силах, мы стараемся все это делать. В этом году Карачаево-Черкесия приняла эстафету от Северной Осетии. В свою очередь мы передаем благородную акцию Республике Ингушетия. Фатима Дорова, Мухаммед Дашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Карачаево-Черкесский филиал «Русгидро» продолжает компенсационные мероприятия, направленные на пополнение рыбных ресурсов в реках Республики. Так, гидроэнергетики выпустили более 950 мальков ручьевой форели в реку Большой Зеленчук. Это уже второе масштабное зарыбление этой реки. Для перевозки мальков форели в возрасте 8-9 месяцев, весом около 3 грамм и длиной 6-10 сантиметров каждый, был задействован специальный автотранспорт. Автомобили были оборудованы всем необходимым для строгого соблюдения санитарных норм. Температура и количество кислорода в емкостях. Место зарыбления определены при участии Азово-Черноморского территориального управления «Росрыболовство» на основе научных данных по исследованию горных рек Республики. Количество рыбы из года к году уменьшается. Этому способствует хищный вид рыб. В Карачаево-Черкесии в последние годы успешно развивается щука. Как известно, щучим зубам любая рыба не помеха. Поэтому количество форелей уменьшается. Плюс наводнение бакланов тоже истребляет рыбу в Карачаево-Черкесии. И в первую очередь, кстати, форель. Достается больше всего ей. Она самая доступная для хищников. Ну и, конечно, безобразное отношение к вылову рыбы со стороны населения. Они ловят неограниченно, ловят неправильно зачастую. И самое главное, ловят мелкую рыбу. Ловят на продажу, естественно, количество рыбы уменьшается. Поэтому огромное спасибо компании «Росгидра» за то, что они компенсируют вот эти убытки в виде запуска рыбы форель-ручевой. Форель-ручевая, салму-труту-морфу-фареву, это интересная рыба, очень красивая. Ну, пожалуй, самая красивая рыба. Это гордость Карачаево-Черкесии. Ее называют часто царской рыбой. А почему царской рыбой? Потому что во все времена на царских столах она присутствовала наравне, например, с оситриной. Сохранение биоресурсов – одна из приоритетных задач компании «Росгидра». Она выполняется в строгом соответствии с требованиями федерального законодательства в области охраны окружающей среды. Особое внимание уделяется сохранению и восстановлению рыбных запасов рек. Выпуск мальков – не единственное мероприятие, направленное на сохранение рыбных ресурсов Карачаево-Черкесии. КЧГУ имени Умара Алиева провел презентацию проекта «Волонтерские педагогические отряды». Суть заключается в создании волонтерских педагогических отрядов, состоящих из студентов вузов, которые направлены на бесплатное факультативное обучение школьников старших классов, предметом в которых есть запрос на дополнительные часы изучения в школах регионов Северо-Кавказского федерального округа. Целью проекта является помощь школьников из малообеспеченных семей, поступление в высшие учебные заведения посредством бесплатного факультативного обучения, сокращение оттока молодежи из региона и профилактики экстремизма в молодежной среде. Проект представили суперфиналисты федерального конкурса управленцев лидера России Кантемир Хуртаев, Тимофей Фокин и Ахмат Апаков. Проект «Волонтерские педагогические отряды» реализуется общероссийским общественным движением «Сероссийский межнациональный союз». «Где как ни здесь этот проект может получить свое мощное продолжение, потому что все-таки Карачаево-Черкесский госуниверситет – это изначально педагогический вуз был, и именно здесь готовятся педагогические кадры до сих пор для всех наших школ. Естественно, если появляется возможность у студентов во время обучения уже заняться преподаванием и еще и зарабатывать на этом день, естественно, это просто прекрасно. И это как раз-таки, вот сейчас говорил Кантемир про прикладные кафедры, те же самые базовые и прочие вещи, когда у нас промышленные предприятия собираются, объединяются вместе с вузом, чтобы обучение в вузе не было слишком теоретизированным. В вашем случае предприятия никуда не делись, особенно к тем, кто обучается на педагога, да, предприятия открыты, ничего не закрывается, школ много, и есть много площадок для того, чтобы применять те самые знания, которые вы здесь получаете. А чем больше вы сможете получить дополнительных навыков во время обучения здесь, тем более эффективными вы будете в своей дальнейшей работе. Картина галереи Черкеска впервые проходит всероссийская выставка авторских работ «Кукла моей мечты». Участвуют регионы России, любители и ценители творчества могут увидеть утонченные работы до 28 апреля. Альбина Курочинова-Кенжева побывала на открытии. На выставке представлены более 40 авторских работ из регионов России, выполненные в различных техниках. Здесь семейство Мишек Тедди, принцессы на горошине, золотой ключик, коллекционные куклы Анжела Бартоломео и даже король Англии Генрих VIII со своими женами и многое другое. Организатор, мастер, мама двоих детей Ирина Неминущая рассказала о идее создания выставки. Главная цель – показать детям игрушки со смыслом. Ведь важна не только внешняя красота. В игрушках, сделанных руками мастера, оживает душа и присутствует внутренний мир. Я уже давно занимаюсь созданием авторских угол и ездила постоянно на международные выставки, которые проходили в Москве. Но так случилось, что у меня родилась дочка, и я, к сожалению, сейчас не могу наезжать далеко и готовить много работ для экспозиции. И, посоветовавшись с мужем, решили, что было бы здорово устроить, организовать выставки у нас в регионе, пригласить авторов. И с поддержкой мужа, родных, близких получился вот такой замечательный проект. Министр культуры Республики Зурапа Гербов поблагодарил всех участников за визит в наш регион, отметил значимость мероприятия, вручил мастерам дипломы за участие. Каждая игрушка – это воплощение каких-то сказочных мыслей автора. Это отсылки к детству, к сказкам, к фантазиям. И я думаю, что это абсолютно правильно сказано, ровно то, на чем мы должны воспитывать детей. Почетный гость выставки – художник, автор кукол, коллекционер, меценат, лауреат премии правительства России в области культуры, организатор выставок как в стране, так и за рубежом Светлана Пчельникова. Впервые у нас в гостях и делится своими впечатлениями. Я должна признаться, я влюбилась в Карачаево-Черкесскую, в республику, в Черкесскую, в людей, в атмосферу, во все, что здесь происходит. Это уникально и удивительно. У меня же прям мурашки, меня переполняют интенсивные эмоции. Я все время раньше говорила, нашим мастерам надо в Париж, надо в Лондон, надо в Кригород, нам нужно что-то. А как же мы-то, вот сейчас я могу сказать, что нам нужно показывать и развивать. Пусть они приезжают к нам, чтобы познакомиться с нашими мастерами. Организаторы и гости надеются и будут стараться делать все для того, чтобы такие мероприятия стали традиционными и имели крупномасштабность. Выставку можно посетить до 28 апреля. Альбина Курачинова-Кенжева, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Впереди новые трудовые будни и пусть они принесут только хорошие вести. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Не консервируйте своё здоровье. Сейчас время позаботиться о себе. Лечение катаракты в клинике Тризет – это избавление от катаракты за один день с индивидуальным подбором хрусталика, необходимого именно вам. Запись по телефону 8 800 533 90 82. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8 938 333 92 0. Всероссийская государственная телерадиокомпания объявляет приём заявок на участие в телевизионном марафоне фестивале молодёжной патриотической песни «С чего начинается Родина». Вокалисты, хоры, народные коллективы, семейные и профессиональные ансамбли могут прислать своё видео в государственную телерадиокомпанию «Карачаево-Черкесия». Возраст участников от 10 до 35 лет. Лучшие исполнители станут участниками 12-часового телемарафона на платформе смотрим.ру в эфире телеканалов и радиостанций ВГТРК. Если вы молоды, талантливы, любите родную землю и цените песенные традиции большой страны, то нам по пути. Споёмте, друзья! С 10 по 12 июня во Владивостоке состоится телевизионный фестиваль «Человек и море-2022». Лучшая морская документалистика России на большом киноэкране. Заявки принимаются до 1 июня. Все подробности на сайте вестиприм.ру фестиваль. Не поджигай траву. Польза от поджога сухой травы – опасный миф. К тому же это нарушение закона. Огонь может перекинуться на деревья, дома, целые населённые пункты. В опасности не только лес, но и твоя жизнь. Туши костры, убирай мусор. Пожар легче не допустить, чем тушить. При обнаружении пожара звони. 8 800 100 ровно 94 00. Всероссийская государственная телерадиокомпания Телерадиокомпания объявляет приём заявок на участие в телевизионном марафоне фестивале молодёжной патриотической песни «С чего начинается Родина». Вокалисты, хоры, народные коллективы, семейные и профессиональные ансамбли могут прислать своё видео в государственную телерадиокомпанию «Карачаево-Черкесия». Возраст участников от 10 до 35 лет. Лучшие исполнители станут участниками 12-часового телемарафона на платформе смотрим.ру в эфире телеканалов и радиостанций ВГТРК. Если вы молоды, талантливы, любите родную землю и цените песенные традиции большой страны, то нам по пути. Споёмте, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok